Я тебя не знаю Всем привет, меня зовут Мирель, и я сейчас на афише узнаю за 10 секунд. Я думаю, угадаю, все. Надеюсь, я надеюсь. Очень красиво звучит. Недавно что-то вышло? Джорджи. Боже, я об этом сразу подумала. Мне только недавно рассказали, что это он, это Pinkman, и, блин, это что-то новое, да, он выпустил? А, блин, вот оно что. Блин, мне недавно только рассказывали про все это. Ладно, круто, круто. Мне, кстати, понравились его треки. Класс, мне очень нравится эта песня. Ты все поймешь. Правильно, да? Супер. Ой, мне очень понравился, кстати, этот альбом. Я до этого не так много слушала сольного именно проекта. Ну, так, слушала, но не на постоянке. А из этого вот две самые фаворитные песни — это «Ты все поймешь» и «Ангел». Очень классно. Думала о том, как я их ощущаю совместно и отдельно. После опыта с группой «Мы», что нас все время соединяли и не хотели вообще никак воспринимать по отдельности, я тоже как бы пересмотрела свое отношение к таким исполнителям, которые делают и отдельно, и вместе. И поэтому теперь мне не кажется, что, например, вот Мэрбек и Сюзанна должны все время быть вместе, и только поэтому они могут быть крутыми. Мне очень нравится, как и сольная у них обоих, и так и совместная. Поэтому, не знаю, все вместе нравится. Что за прекрасная музыка из рая? Это Мирель, кажется. Трек «Воображаемый друг». Правильно? А с последнего, кажется, он называется «Кокон». Очень крутой айбом, кстати, я слушала. Очень понравился. Новый уровень, так сказать. Когда я начала сольное творчество, мне было очень страшно вообще выпускать что-то одно, и потому что у меня тогда было ощущение, что после группы «Мы» ничего не может быть. Типа это были такие яркие впечатления и ощущения, что мне казалось, люди никогда вообще не поймут, что я могу делать что-то сама, и даже не только люди, я сама вообще в себя не верила. Вот, и мне было очень страшно выкладывать первый альбом. Я просто не хотела. Когда он релизнулся, я просто с закрытыми глазами, я не заходила никуда в соцсети. Я просто выключила телефон, выключила все уведомления и просто не смотрела. Вот, и было супер страшно. И на самом деле этот страх ушел совершенно недавно. Когда я выкладывала первые альбомы, я просыпалась, смотрела комментарии в Инстаграме и вообще везде, и просто рыдала, потому что очень много людей писали, типа, негативное что-то. И я вот именно на негативе почему-то в тот момент решила акцентировать внимание больше, чем на позитиве. И просто каждый день начинался со слез. Это было реально очень стрёмное время. А потом в какой-то момент я просто проснулась и опять села в Инстаграм сразу читать комментарии. И я словила себя на мысли, что я просто начинала с них смеяться, вот, с негативных. И я поняла, что это вот тот момент, когда наконец-таки эта ситуация немножко подугасла. И сейчас, ну, уже намного проще, потому что намного меньше упоминаний вообще про то, что в группе «Мы» было лучше и всё такое. Вот, и очень благодарна таким фанатам, которые поддерживают меня. Если сравнивать с группой «Мы», то написание песни вообще, в принципе, поменялось, потому что я всё сама пишу. Сейчас вот на «Коконе» мы делали вместе с Кириллом Битовым музыку. Он пишет все аранжировки. Вот, даже некоторые мелодии в этом альбоме его есть. До этого не было. Но я планирую продолжить искать что-нибудь ещё, какие-то интересные звучания. Мне, на самом деле, не хочется всё время останавливаться на одном, каком-то привычном людям. Вот. Хочется всё время экспериментировать. Не то, чтобы искать свой звук, а именно проявлять себя как разнопланового артиста. Вот. Хотя, на самом деле, я для себя недавно поняла, что практически даже, да, все мои любимые артисты – это те, кто пишет всё время в одном стиле. Вот. Но всё равно это меня не заставляет писать только в одном стиле, чтобы быть для кого-то любимым. Мне кажется, это интересно, когда артист делает что-то разное. Вот. Не прям категорически, чтобы, там, знаешь, один трек был про искреннюю любовь и, там, не знаю, ангельский голос, а во втором треке он, там, матерится и читает рэп. Ну, это, наверное, тоже прикольно, но не мой стиль. Вот. Самый любимый, наверное, это неизменный Конан Макасин. И ещё из подобных нравится Home Shake и Blood Orange. Вот. Это прям самый-самый. И Анжель французская. Ещё Cigarettes After Sex нравится. Вот. Это примерно все артисты, которые пишут в одном стиле. Так вообще много кто нравится. Это Мелани Мартинс. Ага. Класс. Я по голосу узнала. Я не знаю этот трек, но я послушала, благодаря ТикТоку, услышала Playdate. Очень классный трек. Вот. И так слушала немножко её альбом, но особо не запомнила. Наверное, мало слушала. Вот. Но она клёвая, мне кажется. И вот в последнее время я просто очень сильно, много, наверное, в ТикТоке сижу. И оттуда вылавливаю постоянно какие-то интересные треки, интересных исполнителей. Мне кажется, все последние добавленные в телефоне музыканты, это все из ТикТока. Я вот в последнее время начала больше времени уделять своему каналу. Пытаюсь что-то делать. Вроде пока что выходит даже. Я никогда в жизни не думала, что выучу хотя бы один танец из ТикТока. А в итоге знаю уже три. Это, конечно, шок. А там люди сами придумывают танцы и выкладывают это. И когда они попадают в рекомендации, другие люди поддерживают, если им нравится танец. Ну и в итоге получается такой флешмоб. Вот. И просто все учат. Это луна. Золотые лепестки. Очень-очень хороший альбом. Очень хороший трек. Вообще очень хороший вайп. Я очень люблю луну. Вот. Как и ее образ, как и ее музыку, и как и ее саму. Она чудо. Я не знаю, кто это. Это какой-то новый. Можно тогда спросить у подписчиков. Я сейчас на афише видео. Мне очень срочно нужно угадать трек. Помогите, пожалуйста. Ливандовский жук. Первый подсказала Арина Рулько. Ливандовский жук. Блин, я, кстати, о скриптоните подумала, когда только заиграла. Просто не знаю почему. Чуйка. Где ты, печаль моя, еще не лег. Не знаю. Блин, я перестала следить за русской сценой новой. Мне кажется, это большое упущение. Может, это какой-нибудь комсомольский? А, Хадын-Дадын? А, блин, все понятно. Я не знала этот трек. Ну, понятно. Клево. Но они вообще прикольные. Я слушала у них альбом, который с черно-белой обложкой. Хороший трек, да. Приятный очень. Какая-то девочка была рыжая в какой-то рок-группе. А если я не знаю ее имени? Если я визуально ее отгадала, это считается? Это супер известная группа, которую все знают. Кроме меня. Парамор, точняк. Но я не слышала их никогда. Я только знаю визуальный образ. Вот. И все. Это Евгений Мерковский. Это нервы. Мало вселенной. Нас связывает сколиоз. Реально. Мы недавно поняли, что это единственное, что нас вообще связывает. В целом. Вот. Мы, когда познакомились, он пришел к нам на новоселье. Вот. И мы просто познакомились. Он куда-то ушел. И я его больше не видела целый вечер. Потом, когда уже все разошлись, мне рассказали, что это Евгений Мерковский, у которого есть группа «Нервы». Вот. А я раньше никогда не слушала. И, в принципе, сейчас тоже не очень. Ну, не знаю. Мне понравилось, что мы познакомились как раз в этом неведении. Что я его узнала как человека, который пришел ко мне на новоселье, и с которым мы потом общались. Вот. А не как участника группы. Блин, ну если это редкая музыка, то у кого просить подсказки? Я беру подсказку жертву фанатам. Это мой берет. Мерс для моего первого альбома. Здесь написано «Люболь». И он супер милый. Мой любимый. Вот. Так что это достанется людям. Аустра. Классно. Красивое название. Это групповый трек «Зима». Вообще-то, я думаю, что да, это уже окончательно. И нет повода думать, что еще будет воссоединение. Скорее всего, that's all. Напряжение по-вису в воздухе. Мы загадываем сейчас для следующего участника передачи афиша «Узнать за 10 секунд» четыре трека с каждого по композиции. Ммм, класс. Но с Элой больше всего знакома. Вот, очень милая девочка. Моя однагородница из одного города, в общем. А можно позвонить Феликсу? И узнать. Ну, я с ним, правда, не общаюсь особо. Я не знаю. Беру подсказку «Звонок» Жене Мерковскому. Алло. Так, Жень, мне нужно, чтобы ты угадал трек один. Знаешь? Блин, не знаю. Я только что слушал твой альбом «Без день», и мне что-то другое воспринимать сложно. Ну, что? Ес, прости. Ты же рокер, ты должен знать. Вообще, назови любую. Какой-то софт, непонятно что. И что, я слушаю из британских только «The Cooks», «Subways» и «France Ferdinand». Может быть, это оно и было? Нет, ничего из этого говорят. Мам, сори. Ква. Прости, я же тебе говорил, что я в этом плане бесполезен. Да? Ну, ладно, вот такие музыки. Я не из тех, кто гордится списком своих аудиозаписей. Ладно, хорошо. Блин, ну ладно, ничего страшного. Зато пообщались хоть, я соскучился. Все, давай, спасибо большое. Давай, да, не за что. Мельковский не угадал трек, поэтому мне придется позвонить Элле. Алло. Алло, привет. Привет. Слушай, а... Что за интрига? Я тут на афише видео и угадываю трек, который вы загадали. И мне нужна твоя помощь. Ага. Сможешь помочь? Ну-ка, давай попробуем. Давай. Знаешь? О, боже. Это кто загадывал? Это мы загадывали, нет? О, это точно не ко мне. Что ж такое? Ты уже второй человек, которому я звонил. Мне лучше надо было. А Феликса там рядом нет, случайно? Не, не. Жаль. Так, ты точно не знаешь, да? Это какая-то британская рок-группа. Да, это точно что-то из этого. Спасибо большое. Хорошего дня. Конечно, спасибо тебе тоже. Блин, можно я вот ради интереса просто еще Полине позвоню? Алло, подожди, Полина, слушай. Я сейчас на афише, и мне срочно нужно угадать трек. Это рок. Блин, он не угадал. И Элла тоже не угадала. И ты, вот, моя последняя надежда. Ну, давай. Давай, слушай. Ё, нет, не знаю. Ну, какой-то Fallout Boy, нет. Ну, вряд ли, не походу. Нет. Вот Fallout Boy, нет. Не, не знаю тогда. Ну, это какие-то рокеры. Да, определенно. Британские. Британские. I'm so sorry. Время, я обосралась, да? Ну, бим. Да ничего страшного. Я так поняла, это тема, в которую нужно углубиться всем. Этот рок. Да. Это рок нового поколения, да? Да, да. Ну, хорошо. Спасибо большое за попытку. Да. Позвони еще кому-нибудь там. Ага. Хорошо. Все, спасибо большое. Давай, с удовольствием. Пока. Я загадал трек «Idols Mother», потому что это одна из самых весомых композиций и групп прошедшего года. Боже мой, я даже не слышала никогда. Ну, ничего, ладно, еще выучу. На следующее видео обязательно выучу. Не моя душа, на исходе дня. Блин, я слышал этот трек. Элла загадала. Вот, блин. Ветлицкая, Наталья Ветлицкая. Это моя любимая песня из ее репертуарчика. И почему? Потому что недавно она была у Урганта на интервью, и у нее был такой же цвет волос наполовиночку, как у меня. Да. Это июня Ветлицкая же. Причем ей гораздо больше лет, чем мне. И это очень похвально. И вот хочу просто эту песню. Так и подумала сразу, блин, ну что ж такое? Ну, в общем, да. Это Наталья Ветлицкая. Но вот только один трек, на котором мы делали кавер с Вогом. Вот и все, наверное. Ну, я на самом деле просто то, что слушала в детстве, я же тогда не запоминала особо, кто это пел, кроме своих самых любимых исполнителей. И поэтому сейчас сложно. Нужно постоянно копать, перекапывать и возвращаться к истокам, чтобы знать, кто это вообще был, а не просто оставлять в памяти голос и визуал. В детстве я очень любила Глюкозу, Земфиру, Максим, Горилла, Сыринкин Парк. Вот это вообще, ну, и это прям раннее-раннее детство. Вот тогда это были самые фаворитные. Ну, все, что по MTV показывали. Не знаю. Не знаю. Years Years. Это какой-нибудь Бруно Марс. Боже мой, ребята. Зря вы ставите рокеров перед исполнителем, который не знает, что это такое. Это не Neighborhood, да? Нет. Не хочу сдаваться. Ладно, я сдаюсь. Я честно сдаюсь. Youngblood – анархист. Мне просто он нравится в последнее время, и он милый пузан губастый. Youngblood – класс. А-а-а-а, я слышала имя, но я не знаю, все равно я слышала никогда. Прикольный трек, вселяющий надежду какую-то жить. Но я все еще не знаю исполнителя. Goodbye, Horses от исполнительницы Кью Лазарус. Это саундтрек фильма «Молчание и гнят». Я недавно пересматривал этот фильм. Это как минимум мурашки у всех будет, когда заиграли. Да, я очень люблю эту песню. Одна из моих самых любимых песен. И один из самых интересных женских низких голосов. Спасибо за прекрасный выбор треков. У вас хороший музыкальный вкус. Это, я не помню. Я знаю этот трек. Сейчас, секунду, секунду, можно? Сак? Мальбэк? Сенечка, МС-Сенечка. Катерина. Не имею ни малейшего понятия. Эминем? Блин, а первое, первое это... Да, да, у нее там был очень классный альбом. Я его слушала в прошлом туре все время. У нее там были такие треки классные. Можно сказать, что мне очень стыдно, что я не угадала пассажа? Извините, пожалуйста. Ура! Ура! Всем спасибо. С вами была Мирель и Афиша Видео. Все слушайте мой новый альбом, который вышел совершенно недавно. Кокон. И желаю всем любви и любви. Субтитры сделал DimaTorzok tenga hindsight. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Олег.